День с толком 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 Но именно это решение теперь дает родителям право обратиться в Верховный суд. Новое уголовное дело в отношении Татьяны Нагиха и Оксаны Посысаевой уже передали в Центральный районный суд города Барнаула. В данном уголовном деле 17 фактов истязания малышей, 4 потерпевших малыша. Данные факты стали известны уже в тот момент, когда дело о Хэппи Бэби, оно уже находилось на рассмотрении в суде. Следствием действия подсудимых квалифицированы как истязания и иные насильственные действия в отношении малышей. В деле присутствуют материалы, которые в интересах следствия показывать запрещено. В следствии судом установлено, что с июня 2017 по апрель 2018 года педагоги, исполняя свои обязанности, неоднократно причиняли им физические и нравственные страдания путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Кроме того, малолетних детей в воспитательных целях помещали по одному в темное помещение детского сада. В результате противоправных действий пострадали дети в возрасте от 2 до 6 лет. Конечно, сложно описать словами, сколько слез, боли, страданий ребятишек и нас, родителей, стоит. За всеми этими сухими юридическими терминами передано, квалифицировано, расследовано. Но мы делали и будем продолжать делать все для защиты своих детей. Некоторые дети, которые уже давно ходят в школу, до сих пор страдают от психологических проблем. Однако воспитатели спустя столько лет свою вину так и не признали. Юлия Щепина, День с толком. На днях в Барнауле строительный кран упал на территорию частного дома. Чудом никто не пострадал. Инцидент произошел по адресу Пролетарская, 22. Сотрясение и шум какой-то отдаленный. И соседка тут позвонила, говорит, я из окна видела, что упал кран. Пойдем смотреть, все ли там живы и кого надо вызывать. Наш телеканал накануне освещал конфликт жителей частного сектора и застройщика, который возводит дом на партизанской 21А. Напомним, люди возмущены присутствием большегрузов, которые постоянно перекрывают и разбивают дорогу, шумом со стройки и потоплениями участков. Застройка частного сектора вокруг стройки плотная и накануне кран повредил коммуникации на одном из них. Повреждено отопление, что ли труба, там из нее вода бежит, и вот эта труба тоже изогнулась коленом. Слава богу, что все живы-то остались, что хозяйки этой 22-го дома, она на работе, ее нет дома. На этой неделе жители дома 22 на Пролетарской уже говорили о своих опасениях по поводу этого крана. По их словам, они накануне видели, как он накренился в сторону их дома. Подробнее о конфликте жителей и застройщика смотрите в следующем сюжете. Тут невозможно проехать, машины мешают, и дорога вот эта вся разбита. Жители улицы Пролетарской уже почти год беспокоит стройка, которая развернулась практически под их носом. Точнее то, как эта стройка осуществляется. Немного было спокойно. Потом началось, это просто ужас начался. Они в 5 часов утра, без 5-7, пол-7 утра приходили по 40-50 в день, машин бетономешалок. Речь о строящейся высотке на партизанской 21А. Напомним, замороженный участок стоял без дела около 10 лет. Однако площадку выкупил новый собственник, бийский застройщик Прайд Инвест. К работам приступили осенью прошлого года. Вчера я не могла пройти, вот соседка у нас тоже не может, но многие не могут пройти по дороге, потому что вот такая вереница машин стоит практически до конца улицы и с этой стороны тоже. У меня муж на коляске передвигается. Пришлось ехать в поликлинику, а мы не могли здесь проехать. Пришлось его вернуть с коляской домой и на такси ехать в объездную. Это вот совсем неудобно. И мы не попали в итоге в поликлинику на свой талон. Мы теперь, сколько ни обращаемся, нам не подсыпают дорогу, потому что они ее разбили. Вроде как они должны быть. Вот эти плиты ворочают. А сколько этих гортанных матерков и криков с этой улицы. Жалуются и на регулярный шум с утра и подтопление во время непогоды. 28 июля, когда прошел ураган, мы не смогли выйти из дома в течение двух часов. Так как дорога здесь была вся разбита машинами и вся вода с дороги пошла, естественно, к нам. Мы две пенсионерки вышли в сапогах и вот там вот копали ихнюю траншею, раскапывали, чтобы вода дальше пошла по улице. Гараж сушим все лето. Дождь прошел снова. Это вот он зацементирован был. Сейчас пол, он весь, его бери и выбрасывай, потому что все это само поднялось. По словам людей, дорогу вчера подсыпали песком. Ну вот этот песок и вот этот песок. Очередной дождь осенью. Представитель строительной организации сообщил следующее. Изначально, когда мы пришли на данную строительную площадку, улица Пролетарская была в таком же состоянии, в котором она находится сейчас. Однако, с нашей стороны, мы уже заявляли близлежащим соседям о том, что мы перед зимним периодом времени проведем грядирование данной дороги и постараемся по максимуму выровнять те, исправить те неудобства, которые, возможно, доставлены нашей строительной техникой, которая неизбежна. Еще одна более частная проблема произошла 12 июля. У женщины на участке снесли забор, посадку картошки и вырыли траншею шириной в полметра. Они, значит, рано утром самовольно уничтожили этот забор, убрали, сложили его там, тоже на моей территории, там, Габани, весь в хлам его превратили. Он и так был, ну, он мой забор. Валентина Гончарова живет в этом доме с 47-го года постройки, с 70-х. На территории моей вот эти вот столбы, когда наши вот огороды, они сразу вот это убрали, наш этот забор. Вот между гаражом и вот этим забором, видите, просвет. Этот план женщине выдали в 2002 году. Однако он разнится с данными публичной кадастровой карты. По словам жительницы, администрация Центрального района должна дать ответ на обращение о том, чья же это территория, в течение месяца. Застройщик, в свою очередь, готов пойти навстречу и возместить ущерб. Данный забор находился прямо на территории, принадлежащей нам, на праве собственности, о чем мы говорили нашей соседке. И предлагали решить вопрос, то есть путем заливки подпорной стенки, которая у нас предусмотрена проектом, то есть, соответственно, выстраивание ей ограждения любого рода, какое только она хотела бы, в том числе и компенсацию какого-то там вреда в случае какого причинения его нами. К слову, готовность новой многоэтажки более 50%. И это не единственный дом, который планирует возвести застройщик в этом районе. А пока, по всей видимости, жителям Пролетарской придется потерпеть строительное соседство. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. На этой неделе стало известно, что Антону Шеломенцеву продлили срок ареста на полгода, а само дело бывшего вице-мэра передали в другой суд. Напомним, первое заседание по уголовному делу против экс-чиновника прошло 1 августа. Дело Шеломенцева теперь будут рассматривать центральный районный суд, а не индустриальный. Также обвиняемому продлили срок ареста до 18 января 2025 года. Напомним, сейчас Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям. Получение взятки в 2 миллиона рублей от перевозчика Олега Бесчастного. Получение взятки размером 250 тысяч рублей от директора томской компании «Запсипмост» Дениса Илюшина за покровительство компании при ремонте путепровода и отмывание денег свыше 1 миллиона рублей путем покупки автомобиля. Кстати, колонии Алтайского края в этом году произвели товары на 280 миллионов рублей. Это почти на 30 миллионов больше, чем в прошлом году. В эту сумму входят продукты питания для осужденных, продукция легкой промышленности и не только. А вот производство товаров и услуг для сторонних организаций в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 29 миллионов рублей и составило почти 217 миллионов рублей. В настоящее время в девяти учреждениях УФСИН осужденные привлечены к трудовой деятельности, приносящей доход. Созданы центры трудовой адаптации осужденных и лечебно-производственные мастерские. Барнаульские управляющие компании просят жителей срочно оплатить коммунальные долги. Все дело в том, что с сентября повышается госпошлина за обращение в суд. Поэтому некоторые управляющие компании вынуждены подавать в суд до этого момента, если долг даже больше 1 тысячи рублей. Напомним, что стоимость сборов увеличится в десятки раз. Мнение юристов и жителей Алтайского края на изменения смотрите в сюжете Данила Кузнецова. С сентября по всей России повышается госпошлина для обращения в суд. Теперь заплатить придется в десятки раз больше. Например, минимальный размер сбора при подаче искового заявления имущественного характера стоит теперь не 400 рублей, а 4 тысячи. Законопроект внесли в Госдуму еще в марте. Однако тогда он касался вопросов НДФЛ, страховых взносов, документа оборота. Во втором же чтении затронули уже суды. Верховный суд говорит о том, что очень много надуманных исков, очень много надуманных жалоб, учитывая, что порог входа низкий, то, соответственно, и злоупотреблений много. Количество жалоб уменьшится. Это одна из целей законопроекта, которую правительство, в общем-то, и указывало. То есть уменьшить нагрузку на суды. Ну, нагрузка однозначно уменьшится. Улучшится ли качество от этого? Юристы утверждают, что теперь среди населения может вырасти число обращений к медиаторам, которые помогают улаживать конфликты. Однако опрос барнаульцев показал, что деньги в таких случаях играют не настолько большую роль. Если есть причина обратиться в суд, то вот эта разница, я не думаю, что играет какую-то роль. Я к этому отношусь отрицательно. Тем более наш Алтайский край, у нас маленькие зарплаты, пенсии, дотаций практически никаких. Это очень губительно для бюджета. Если дело есть какое-то, стоящее дело, конечно. А если помелочь, ну какой там суд? Юристы уже объединяются и создают петиции против повышения госпошлины. Присоединились к ним и другие структуры. По мнению Ассоциации банков России, проектируемые нормы в совокупности умаляют конституционные гарантии лиц на судебную защиту, поскольку создают финансовый барьер, при котором доступ к правосудию не может быть признан беспрепятственным с учетом текущих размеров среднемесячной зарплаты и пенсии. Эксперт утверждает, что теперь работы у юристов станет поменьше. Однако они все еще продолжат искать лазейки, чтобы решить вопрос с госпошлиной. Судья готовил решение, допустил арифметическую ошибку или описку. Это мешает исполнению решения. Необходимо обратиться с ходатайством об устранении такой описки. Там, если мне память не изменяет, что около 5000 рублей государственная пошлина. С кого ее потом взыскивать? И тогда мы будем, наверное, что-то придумывать уже. Не писать ходатайство об устранении, а писать, что просто в письменном виде, в простой письменной форме. Тем временем некоторые барнаульские управляющие компании уже предупредили ЖКХ должников, что намерены обратиться в суд до сентябрьского повышения госпошлин. Даже если сумма задолженности порядка 2000 рублей. А там останется уповать на льготы или рассрочку, которую никто не отменял. В противном случае теперь судиться нужно лишь, когда ты уверен в правоте на 100%. Ведь после победы в споре госпошлину вернут. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. В июле число оформленных ипотек в Алтайском крае снизилось более чем на 33% по сравнению с июнем. Данные приводит агентство недвижимости «Династия» со ссылкой на Росреестр края. Правда, также есть данные, что после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки Центробанка рынок недвижимости не остановился. Полной остановки ипотечного рынка не произошло. Сделки заключают на уровне первых месяцев 2024 года. В том числе за счет семейной ипотеки, которая будет действовать до 2030 года. Эксперты даже сообщают, что в сравнении с прошлым годом рынок ипотеки снизился всего на 12%. Многие ожидали, что произойдет перераспределение спроса с новостроек и льготных ипотек в сторону покупки жилья на вторичном рынке. Но пока это не случилось. Подобная тенденция может проявить себя осенью, говорят эксперты. Что касается цен на рынке недвижимости, то, согласно разным источникам, они не падают. К тому же, по данным специалистов, на фоне растущего спроса в ближайшие месяцы возможен рост цен. YouTube полностью перестал работать у части россиян. Уже больше суток то и дело пользователи сообщают о массовых сбоях, которые не позволяют загрузить даже главную страницу сервиса. Мы также столкнулись с проблемой снижения скорости и решили разобраться, что же все-таки происходит с видеохостингом. Подробнее смотрите в нашем сюжете. В России начали замедлять работу YouTube. На доступ к видеохостингу массово жалуются жители всех регионов страны. На ноутбуках, компьютерах и телевизорах сайт не открывается и вовсе. На мобильных сильно тормозит. Вероятно, большая часть аудитории вас, зрители, смотрели и смотрят нас именно на YouTube. Но не факт, что завтра мы с вами там увидимся вновь. Ситуация с замедлением одной из самых популярных и востребованных платформ в интернете сегодня набрала пик. Если несколько дней назад пользователи могли просматривать контент на ТВ и компьютерах с небольшими сбоями, то сегодня это стало практически невозможно. Жители краевой столицы негодуют, хоть и о блокировке YouTube речь шла давно. Она была удобной, да, сейчас что она даже вообще никак не загружается. Серый экран и все горит. На самом деле смотрел видео там иногда. Жалко, что сейчас не работает. Ну там все было, в принципе, все было. И фильмы, и рецепты. Это абсолютно уникальный сайт. Ну и просто такого количества и такого качества контента нету ни одной другой площадки. Напомним о замедлении в работе высказывался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Парламентарий считает, что прогнозируемое замедление возникло из-за действий самого видеохостинга, который прекратил вложение в свою корневую систему в России. Из-за проблем, в первую очередь, связанных с работой самого YouTube и запрещенной в России корпорацией Google, возникают серьезные проблемы с воспроизведением видео. До 70% скорость загрузки упадет. И связано это с действиями самого YouTube, который на протяжении двух лет перестал как-либо вкладываться в свои системы, расположенные здесь. А поскольку основной контент, который смотрят российские пользователи, хранится здесь, на серверах, принадлежащих Google, они требуют постоянного сопровождения, обновления. Некоторые барнаульцы признаются, будут пользоваться платформой, даже если загрузка долгая и искажается качество видео. То есть пока не прекратит работать совсем. Кто-то уже подумал о запасных платформах. Рутуб. Там может быть еще что-нибудь. Замещение русскими какими-то аналогами, мне кажется, пока еще не достигло уровня YouTube. ВК-видео, наверное. Так не знаю больше никаких. Прекратится ли замедление работы популярного видеохостинга в будущем, пока неизвестно. Время покажет. Ну а в любом случае, в дальнейшем подписчики и телезрители смогут насмотреть и на других платформах. Предлагаются такие варианты. То есть можно посмотреть сюжеты телеканала «Толк» в наших соцсетях. Это ВКонтакте «Одноклассники». Также у нас наш бессменный Рутуб работает. Ну и еще, естественно, можно посмотреть наши сюжеты на сайте и на телеканале «Толк» на 22-й кнопке. Кстати, некоторые блогеры уже давно дублируют свой контент на отечественных площадках. Ведь если YouTube полностью заблокирует, альтернативы не останется. Мария Костолева, Дмитрий Денисов. День с толком. Новый терминал Барнаульского аэропорта готов на 35%. Строители уже возвели конструкции всех трехэтажей нового здания. Как продвигается строительство, сколько пассажиров сможет принять с аэропорта и когда объект сдадут в эксплуатацию, расскажет наш корреспондент Юлия Щепина. Так полным ходом в круглосуточном режиме ведут строительство нового терминала Барнаульского аэропорта имени Германа Титова. На сегодняшний день возведено три этажа монолитных конструкций вместе с перекрытиями. В процессе работы по строительству подъездных дорог, наружных сетей и вспомогательных сооружений. Ближайшая ключевая дата, очень важная для нас, это формирование теплового контура. Простыми словами, это появление того красивого фасада, который мы видим на этих картинках. Готовность аэровокзального комплекса уже 35%. Площадь увеличится практически в два раза и составит около 10 тысяч квадратных метров. А пропускная способность вырастет втрое. Мы на первом этапе еще в планировании говорили о том, что вот миллион 150 тысяч пассажиров, из расчета 600 пассажиров в час обслуживания, значит, миллион 150 тысяч человек в год. И это, если эта мощность уже будет потом недостаточно, то перспектива дальнейшего здесь прироста и увеличения мощностей, она есть, она заложена. К слову, пассажиропоток с каждым годом растет. С начала года перевезено порядка 450 тысяч людей. Это на 10% больше, чем в прошлом году. Также в перспективе расширения географии полетов. Я бы видел бы развитие пассажиропотока Алтайского края по нескольким ключевым направлениям. Это, конечно, восстановление международных перевозок востребовано для жителей Алтайского края. Я думаю, что это будет, рано или поздно будет. И, безусловно, это доступность жителям Алтайского края полетом в крупные авиационные хабы России. Современный терминал – это новый уровень комфорта для жителей и гостей региона. Комплекс оборудуют лифтами и эскалаторами. Посадка будет осуществляться через телескопические трапы. Их будет три. Для маломобильных граждан предусмотрена доступная среда. Люди поднимаются наверх по эскалатору. Попадают уже в стерильную зону там наверху. Залы ожидания. Сами стойки, как технологическая зона, они действительно, да, утоплены под верхним этажом. Однако вопрос интерьера пока открыт. По мнению губернатора края, необходимо показать особенность региона. Позже макеты оформления вынесут на публичное обсуждение. Добавим, работы по строительству идут по графику. Объект планируют сдать в эксплуатацию в июле 2025 года. Юлия Щепина. День с толком. На этой неделе в Алтайском крае отметили 63-ю годовщину полета Германа Титова в космос. Накануне в мемориальный музей в селе Полковниково приехали близкие родственники советского космонавта. Как стартовало одно из самых ярких культурных событий региона, расскажем в следующем сюжете. Три, два, один, пуск! Вот так юные школьники запускают ракету класса С-7 в небо, представляя себя настоящими космонавтами. Чтобы изготовить такую модель, у мальчишек уходит от трех до семи дней конструкцию, продумывая до мельчайших деталей. Работает все это за счет электрозапавок, который вставляется вовнутрь, подключается все к аккумулятору и кнопочку нажимаем и полетело. Ежегодно в мемориальном музее имени Германа Титова школьники демонстрируют свои умения, вспоминают подвиги и свершения советского космонавта. Вы только представьте, наш земляк Герман Титов в свои 25 совершил второй в мире космический полет и стал первым человеком, который провел на орбите более 25 часов. Сегодня ровно 63 года, как состоялся этот полет в космос. На Алтай приехали близкие родственники космонавта, чтобы поделиться воспоминаниями. Все воспоминания, конечно, очень теплые, потому что папа был очень редко дома. Он был человек все-таки мирового масштаба. Когда мы ездили в отпуск, если узнавали, что приехал Герман Степанович, все, мы его точно уже не видели. Поэтому мы старались съездить иногда даже как раньше дикарями с палатками, чтобы... Имя Германа Титова вписано в историю мировой космонавтики. Внучка пилота космического корабля Мария Титова уверена, в музее имени ее деда царит особая атмосфера космоса. Это как раз то место, где подрастающее поколение сможет не только прикоснуться к истории, но и, возможно, выбрать профессию. Мало таких проектов, которые реально дают узконаправленным профессиям развиваться. А тем более космонавтика – это сложная, это интересная в первую очередь профессия. И прекрасно, что будущие маленькие посетители музея смогут для себя решить, хотят ли они туда пойти. И если захотят, то сразу же найдут возможности. На сегодняшний день в музее собрано более 13 тысяч экспонатов. Семейные фотографии, письма супруге Тамаре, награды, макеты ракет, настоящий скафандр, сухпоек космонавта и не только. Каждый год с разных уголков не только региона, но и страны привозят и передают новые экспозиции. Поступила в фонд вот такая фотография, выполненная в 78-й школе города Барнаула. Она сделана в 74-м году, когда Герман Степанович был у нас на Алтае. Переданы уникальные значки, которые посвящены полету Германа Степановича. Шесть вот таких вот значков теперь будут в фонде нашего музея. Праздничная программа, в чей 63-й годовщины космического полета, собрала на одной площадке. Не только родственников космонавта и гостей музея, творческие коллективы тоже приобщились. Космическая неделя в селе Полковниково продлится до конца недели. В ночь с субботы на воскресенье на берегу озера здесь проведут астрокемпинг. Вход свободный. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. И добрая новость в завершении выпуска. Хорошо то, что хорошо кончается. 11-летний пудель Мартын снова дома. Напомним, недавно мы рассказывали историю похищенной собаки, которая сначала потерялась, а потом нашедшие ее люди не хотели возвращать пуделя хозяйке. Некая Ирина, которая и нашла Мартына, с ее же слов отдала собаку едва ли не первой встречной. Когда хозяева пуделя узнали, что он живет в другой семье, Ирина перестала отвечать на звонки. Наконец, грустная история расставания завершилась счастливым финалом. Убедить Ирину вернуть животное настоящим владельцам оказалось непросто, но теперь это свершившийся факт. Пудель и хозяйка снова наслаждаются обществом друг друга. Что ж, такой была эта неделя. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас в соцсетях на 23 кнопки. Ну а далее узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!